Hey guys, я Настя, вы смотрите Puzzle News, дайджест лучшего об английском за неделю. По традиции, начнем с популярных на Западе мемов. Миланья Трамп выложила видео, в котором показала, как красиво, на ее взгляд, она украсила Белый дом к Рождеству. Но, как и год назад, ее выбор декораций вызвал неоднозначную реакцию в соцсетях. На одной из ферм Австралии живет гигантская двухметровая корова весом почти полторы тонны по имени Никерс. Откуда она появилась, чем ее кормят, неизвестно, но благодаря своим размерам ей удалось избежать скотобойни, а еще она, естественно, стала звездой соцсетей. Аппарат Инсайт, запущенный НАСА еще 5 мая, наконец-то достиг поверхности Марса и удачно приземлился, в отличие от девяти его предшественников. Его туда отправили для изучения марсианской почвы, но это не так интересно, как предположение пользователей соцсетей о том, что этот малыш увидел на Марсе первым. Чего начать изучение английского? Конечно же с алфавита, но если вдруг вы его уже знаете, а дальше никак не идет, посмотрите видео Хью на эту тему. Оно полностью на английском, так что если вы ничего не поймете и почувствуете свою никчемность, захотите выучить английский, наконец-то, значит, наша цель выполнена. Йоу, вы уже догадываетесь, так к чему я клоню. Сэм опять принес к нам в дайджест немного хип-хопа, на этот раз в виде фараона и его интервью на английском языке. И вы не поверите, но в этом видео есть целых 8 полезных разговорных выражений. Интервьюер говорит, что его зовут Уай-Джей, что концерт проходит в Праге и просит фараона представиться. На что фараон отшучивается, мол, он баста Раймс. Мало кто знает, но за основу истории о Короле Льве был взят шекспировский Гамлет. Еще меньше людей знают, что шрам на шраме был скейпипастен с лица Тони Монтаны из фильма «Лицо со шрамом». И вообще почти никто не знает еще о том, что все эти факты я узнала из видео Насти о мультфильме «Король Лев». Ребята, в июле 2019 года на экраны выйдет ремейк «Чего бы вы думали?» Постойте, вы слышите эти звуки? Откуда они? В уроке Тамары можно нащупать эту тонкую грань между because и because of и научиться одному модному приемчику их употребления. Ну а сейчас я собираюсь рассказать вам про абсолютно необыкновенный вариант использования because и because of. А почему? Потому что учеба, потому что знания, потому что саморазвитие. Когда все заходит слишком далеко и вообще с вас уже достаточно, в ход идут такие английские слова, как to и enough. Учитесь правильно показывать свое раздражение в уроке Леры об этих словах. Слова to и enough довольно сложно перепутать, если вы знаете их значение to – слишком, enough – достаточно. Однако, как они используются в английском языке? Наконец-то вышел подкаст для тех, кто планирует захватить мир. Он о глаголах в повелительном наклонении и способах их употребления. Так что слушайте и повелевайте сознанием дела. В Транслейте «Жизнь знаменитости» обсуждаем одну интересную тему. Каково это вообще быть знаменитым? С одной стороны, деньги, привилегии, iPhone XS, Max, бизнес-класс в самолете, дизайнерские шмотки. Но с другой стороны, постоянное внимание СМИ, нельзя ничего сказать, никому нельзя пристать, иначе тебя через 10 лет обвинят в харассменте. В общем, каково это быть знаменитым? Круто это или не очень пишем свое мнение под Транслейтом? Для начала его, конечно же, переводим. В прошлом дайджесте я просил вас поучаствовать в конкурсе, придумать классное, пафосное произношение слова «ошан», чтобы было не стыдно говорить о том, что я там одеваюсь. Так вот, самый крутой вариант, в котором даже был смысл, это «I shine». В переводе с английского можно сказать, что «я сияю», то есть даже прям совсем очень круто все подходит. Спасибо вам за этот вариант, дарим вам месяц безлимитного доступа к пазл-энглиш. На сегодня это все, успехов вам в изучении английского на пазл-энглиш. Если вы где-то еще учите английский, то тогда я не желаю вам успехов. С вами была Настя, приятно было провести свое время, бай-бай.